Привет! Как дела? Сегодня мы отмечаем Рождество, с которым я вас поздравляю, мои дорогие подписчики. И сегодня я расскажу о том, как проходит рождественская ярмарка Winter Wonderland в Лондоне. Winter Wonderland это самая большая рождественская ярмарка в Европе. Она проходит с середины ноября и по начало января, где-то в десятых числах, ее уже закрывают. И весь рождественский спирит, весь рождественский дух исчезает, начинается Новый год и люди снова возвращаются в свои дела, в свои заботы. Эта ярмарка начиналась, как обычный маленький рыночек около Гайдпарка в 2005 году. В 2007 году она уже заиграла новыми красками, переместившись в королевский парк Гайдпарк и разрослась до такой степени, что в первые годы ее посетило 14 миллионов человек. Здесь находится огромное количество ярмарочных магазинчиков, где можно купить различные сувениры, рождественскую еду, пряники или бельгийские вафли. Попробовать также еду с разных стран Европы и немецкие сосиски и чешское пиво. Абсолютно все свозится вот в этот период времени в Гайдпарк и люди приходят туда погулять. Это шикарное место для свиданий, для встречи с друзьями и для семейных прогулок. То есть для каждого там найдется свое развлечение. Винтер Вандерленд это огромный парк привозных аттракционов. Здесь можно покататься как на американских горках, так и на каких-то детских паровозиках. А также ежегодно здесь присутствует огромное колесо обозрения в виде снежинки. И многие люди приходят сюда поиграть в тир, погонять какие-то боули, кшары. В общем, развлечь себя, детей, ну и просто зарядиться духом Рождества. Также здесь открывается огромный каток, наверное, самый большой в Лондоне под открытым небом. А кроме этого здесь проходят цирковые представления, живые концерты и ледовое шоу. Я, можно сказать, сторожил этой ярмарки. Впервые мы ходили туда с мамой еще когда я была туристом в 2009 году. Прямо в первый день января мы отмечали у брата Новый год в 2008-2009 году. И мы сходили с мамой на новогодний парад, о котором я уже рассказывала вам в прошлом году, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. А потом пошли вот на эту ярмарку. И там отлично тоже провели день, что-то купили там кофе попить и погрелись. И посмотрели, что продают. Ну, в общем, зарядились таким тоже новогодним настроением. А 1 января 2010 года случилась такая история. Тоже мы с мамой были в Лондоне, гостили у брата и ехали, опять же-таки, на вот этот новогодний парад, который у них проходит 1 января. И в метро на нашей станции, где мы жили у брата, когда заходили внутрь, встретили какого-то питерского парня. Видимо, он услышал русскую речь или что. И как-то вместе провели этот день. Тоже пошли на карнавал вместе с ним, потом съездили на ярмарку. А уже в 2011 году меня послали туда по заданию моим people снимать репортаж. Что же там происходит, какие сувениры продаются в рождественских домиках на вот этом вот рынке, который организовывается на всей площади ярмарки. Ну, и также, какие там работают аттракционы и как люди развлекаются. Вот, пожалуйста, вам показываю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все это происходило в первые числа открытия ярмарки, то есть в ноябре 2011 года. А уже в декабре я пошла туда с друзьями, со своими друзьями из английской школы. Мы договорились с моей учительницей по английскому языку. Она была достаточно молодой, мы так сдружились. И пошли туда еще с моей однокурсницей, девочкой, которая была из Кореи. Мы отлично провели время, посидели в кафе, рассматривали все новогодние украшения. В общем, вот так вот провели день. Помню, что было приятно, душевно и весело. В 2012 году я пошла уже туда с другой моей подружкой из Чехии, с которой тоже училась в школе английского языка. Но так как я в школе английского языка училась целых два года, у меня постоянно менялся круг друзей. Я общалась с огромным количеством людей из разных стран. И вот так вот получилось, что мы стружились с девочкой из Чехии. И мы пошли туда погулять. И тоже отлично провели время, нафотографировались. И так как мы немножечко подмерзли, я была в такой осенней курточке, мы решили попить Глинтвейна. Глинтвейн оказался очень вкусным. Мне, кстати, очень нравились такие в виде сердечек рождественские пряники. Они практически на каждом углу там продаются. Я, конечно, не покупала. По-моему, фунтов 10-15 они стоили. Но выглядят красиво и вот так реально заряжают новогодним настроением и духом Рождества. Затем я не посещала эту ярмарку. Не помню почему. Ну, скорее всего, из-за того, что я работала по вечерам няней. И мне приходилось сидеть дома. А ярмарка, ну, в основном интересно смотреть и гулять там в вечернее время, когда все горит в огнях, утопает. Днем она, конечно, не так красиво выглядит. И вот до 2015 года, когда ко мне приехала подруга из Петербурга, я туда и не ходила. А с подругой пошли просто погулять в гайдпарк. И увидели, что работает ярмарка, вспомнили о ней. И решили прогуляться. Там мы с ней купили немецкие сосиски, чешского пива. И провели интересный и насыщенный день. Что мне запомнилось? То, что там уже сделали целый такой огромный шатер, чтобы людям было где-то посидеть, поесть, попить. Потому что, в принципе, в киосках, где продают еду на вынос, рядом стоят только 2-3 столика. И людям негде было есть. Еще интересно мне показалось, как готовили целую такую рыбу форели на костре. Прямо у тебя на глазах, можно было сказать. Но там тоже что-то очень дорого стоило. Мы решили не ждать. Тем более на эту рыбу была огромная очередь. Ну и так еще мне понравилось, что там, знаете, такие есть фотосалоны. Это называется стенд такой, куда можно просунуть голову. И там что-то было написано Winter Wonderland. И ты в качестве то ли снеговика, то ли Деда Мороза туда фазируешь. Мы тоже так немножечко пофоткались. И пошли дальше уже гулять по городу. После этого, когда по Европе прокатилась серия терактов, где-то с 2017 года, вот в Лондоне началось сначала на Восминстерском мосту, потом на Лондонском мосту, потом в Манчестере прогремел целый взрыв на футбольном стадионе. Я не рискнула ходить в такие толпы. Я, конечно, старалась уберечь себя, потому что я уже одна осталась у мамы и должна была не только заботиться о себе, но и думать о ней. Поэтому я ей обещала, что в толпы ходить не буду и не ходила. А на ярмарке там реально такое столпотворение происходило, что уже даже перекрывали ходы-выходы, потому что люди уже просто со всего мира приезжают на эту ярмарку. И что там происходит, я уже сказать не могу. Но реально просто ходить вот так вот, тесниться между этой всей толпой, даже просто неприятно. Поэтому я перестала ходить на эту ярмарку. Но, конечно, поначалу она была просто офигенная. Вот пока и все, что я хотела рассказать про ярмарку. Еще раз поздравляю вас с наступившим Рождеством. И до новых встреч!